Михаил Зощенко. Гости. Конечно, об чём говорить? Гость нынче пошёл ненормальный. Всё время приходится за ним следить. И чтоб пальто своё надел, и чтоб лишнюю барашковую шапку не напялил. Еду-то, конечно, пущай берёт, но зачем же еду в салфетки заворачивать? Это прямо лишнее. За этим не последи, что гости могут в две вечеринки всё имущество вместе с кроватями и буфетами вывезти. Вот какие гости пошли. У моих знакомых на этой почве небольшой инцидент развернулся на этих праздниках. Приглашено было на Рождество человек пятнадцать самых разнообразных гостей. Были тут и дамы, и не дамы, пьющие и выпивающие. Вечеринка была пышная. На одну только жратву истрачено было около семи рублей. Выпивка на паях. По два с полтины сносу. Дамы бесплатно. Хотя это, прямо сказать, глупо. Другая дама налижется до того, что любому мужчине может сто очков вперёд дать. Но не будем входить в эти подробности и расстраивать свои нервы. Это уж дело хозяйское. Им видней. А хозяев было трое. Супруги Зефировы и ихний старик. Женин папа. Евдокимыч. Его, может, специально пригласили на предмет посмотреть за гостями. Втроём-то, говорят, мы очень свободно за гостями доглядеть можем. Каждого гостя на учёт возьмём. Стали они глядеть. Первым выбыл из строя Евдокимыч. Этот старикан, дай бог ему здоровья и счастливой старости, в первые же пять минут нажрался до того, что мама сказать не мог. Сидит глазами играет и дамам мычит определённые вещи. Сам хозяин Зефиров очень от этой папиной выпивки расстроился и огорчился. И сам начал ходить по квартире, следить. Как и чего, и чтоб ничего лишнего. Но часам к двенадцати от полного огорчения и сам набрался до полного безобразия. И заснул на видном месте в столовой на подоконнике. Впоследствии обнаружилось, что ему надуло фотографическую карточку. И три недели он ходил с флюсом. Гости, пожрав волю, начали играть и веселиться. Начались жмурки, горелки и игра в щёточку. Во время игры в щёточку открывается дверь и входит мадам Зефирова, бледная как смерть, и говорит. Это, говорит, ну, чистое безобразие. Кто-то сейчас выкрутил в уборную электрическую лампочку в двадцать пять свечей. Это, говорит, прямо гостей в уборную нельзя допущать. Начался шум и треволнение. Папаша Евдокимыч, конечно, протрезвился вмиг. Начал беспокоиться и за гостей хвататься. Дамы, безусловно, визжат, не допускают себя лапать. Хватайтесь, говорят, за мужчин в крайнем случае, а не за нас. Мужчины говорят, пущай тогда произведут поголовный обыск. Приняли меры, закрыли двери, начали устраивать обыск. Гости самолично поочередно выворачивали свои карманы и расстегивали гимнастерки и шаровары и снимали сапоги. Но ничего такого предосудительного, кроме нескольких бутербродов и полбутылки Мадеры, двух небольших рюмок и одного графина обнаружено не было. Хозяйка, мадам Зефирова, начала горячо извиняться, дескать, погорячилась и кинула тень на такое избранное общество. И высказала предположение, что, может быть, кто-то и со стороны зашел в уборную и вывинтил лампу. Однако момент был испорчен. Никто играть в щеточку не захотел больше. Танцы под балалайку тоже расстроились, и гости начали тихонько расходиться. А утром, когда хозяин продрал свои очи, все выяснилось окончательно. Оказалось, что хозяин из боязни того, что некоторые зарвавшиеся гости могут слимонить лампочку, выкрутил ее и положил в боковой карман. Там она и разбилась. Хозяин, видимо, круто налег на нее, когда заснул на подоконнике. 1927 год